Здравствуйте, по бойлеру, к вам? А, вы прямо зашли? Да, прямо спустил у меня. Я уже хочу, как раз. А я уже приготовил. А, вы сняли его? Слил, снял. Надя вот так. Пол холодный. Процентом 99, это баклоп внутри. Вот отсюда подкапывает, я заметил отсюда, начало подкапывать. Потом вот тут вот слеза пошла. И запотело даже вот это. Вот тут, где кнопки. Вы раздеваетесь. Будьте здоровы. Да что-то простыл, так кашель никак не проходит. Потому что так как накатит. Я умный интернет почитал. Думаю, наверное, там где тент, прокладка, ну там что-то прогнило, может, вместе с тентом. Что-то такое. Вам так удобно или? Да, нормально. Так, куда снимать надо. Дать ключик надо, да? Да, и все. Так, всем привет. Напоминаю, что розыгрыш еще не закончился. Там еще никак не могут собирать эти тысячи гривен несчастных. По 10 гривен. Смотрите. Все говорят, что там, типа я купил, потом оно мне не понравилось, я решил продать. Тот, что я купил, вот оно и есть у меня. Вот я им пользуюсь. А то, что я разыгрываю, это совсем другой вот мультиметр. Ну, клещи. Так что, давайте участвуйте в розыгрыше. Там ссылка будет на монобанку снизу, в описании и в закопленном комментарии. Слушайте сумму 10 гривен. Кто может больше, кто меньше. И как только наполнится банка, я разыгрываю среди тех, кто участвует в розыгрыше. Обязательно пишите свои данные. То есть имя и телефон. Все. Всем удачи, всем пока. Я вроде бы пытался поджимать вот это, так оно еще хуже закапалось. Сюда полосу пока. Да. Я так понимаю, что в центре уже горячей воды нету. Так скоро и у нас выключат. Да. Я думаю, да. Будут трубы промывать. Хороший наборчик края. Угу. То есть ограничения все есть. Вот сюда, сюда-ка-то. Может, в последнее время выделываться. по времени типа ну-ка на долго неделю не заряжать так особо мощного ничего им не делаю к так чтобы каждый мокрый оттуда течет по ходу из мазри бака тут он мокрым посмотрим но электрика работает но как бы грелся до последнего момента включался одна кнопка немножко так типа залипала пару раз надо включить было ну в смысле по электрике он работает вот эти все бойлеры в основном баки у них у нас на свах трескается где соединяет сварку это же нержавейка нержавейку надо заземлять чтобы она это не портилась сварка и скорее всего его придется выкинуть на сварку потому что их ремонтировать не рентабельно это надо бак разрезать у меня в такой сварки нету чтобы варить нержавейку и где она могла лопнуть ну если она там где-то вот так вот но надо разрезать бак полностью ему и так она будет дороже бойлера да да вместе с работы теперь говорю сейчас посмотрим что прокладка целая тут не такой сенс или электролюкс так делает по вблюдской что они быстро эти бойлер а сколько ему лет кстати тайму уже прилично мы можем пользовались так что воду когда выключают там на две недели там на месяц ноутле ну и включали а так ну не постоянно мы пользовались а так ему в принципе уже нахера вовсе может 10 то самое надежное это обычные круглые эти вот атлантики или раунд фирма это одна та самая фильм атлантики раунд просто атлантик подороже идет из-за дизайна а так баки у них но он у меня в туалете висит так мне там сильно кнут круглый как-то так ну не ну если есть квадратные атлантики я из-за чего искал плоский чтобы он не мешал нет таких три стуки в сарае валяется разрезал всех одинаково этот треснутый наш у нас вах этот ну сварка течет нормальная прокладка тем более здесь вот мокрая не знаю может скорее всего туда течет вот так вот по проводам если тут потеет говорите ну тут ну нет смысла дальше лезть куда-то прокладка целая полностью а 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 но мягкая силиконовая ну не оттуда текло сто процентов а а а а вот а а а а а автобус так запらся купить но чем вот этим и заниматься это сколько работает тут ну вот это если делать это все это развернуть найти где оно течет если у вас есть желание то разбирайте Ну, я могу разобрать, можно даже, ну, посмотреть, где оно течет. То есть надо вынимать бак? Да, грубо говоря, разворачивать. Одно же это все пеной залито, вырезать эту пену, искать где-то там трещина. И все. Понятно. Проще. Ну, по мне так проще купить новую, чем вот этот. А сколько сейчас бойлеров вообще стоит? Нет, не смотрю. Так, это же в интернете. А, нет, в интернете я могу посмотреть. Ну, не, ну, просто даже интересно, вот, если вы хотите с таким баком, если, ну, из хороших, Атлантики, которые там по 15, по 20 лет будут служить спокойно. Так. А, они там, эти Атлантики с разными баками могут быть? Да, есть тоже и квадратные. Нет, я имею в виду по качеству, что вы говорите, что хороший или плохой взять. Нет, Атлантик и Раунд у них хорошие баки. Раунд? Да, ну, это круглые, из круглых. Если из плоских, так вот, цена вам сразу 9,5 тысяч. Понятно. Это тоже Атлантик, да? Да. Ну, это классный будет бойлер. Это, ну, поставили. И там у них даже, вот, гарантия, допустим, и они там, вы звоните им, там, купили, допустим, сегодня, через год звоните в этот день, и они там должны приехать обслужить его бесплатно. Почистить, там, проверить, что. Так, кукон литров. Так, страна регистрации бренда Франции. Ну, не знаю, мне нравится вообще. Ну, это на 30 литров, кстати. Да, на 30, конечно. Ну, это на 50, так, так, впритык хватает, двоим душ принять. Так, ну, сравнивать цены, если покупать у нас в Фермигах, будет цена одинаковая. Что в интернет-магазине «Розетка», как бы, официальная цена, что... Да в «Розетке» вообще цены как-то негуманные, так откровенно говоря, уже очень давно. Ну, вот эти вот, производитель «Атлантик», он свою цену ставит, и он, ты не имеешь права, там, допустим, продавать дешевле, или дорожок. Они поставили, там, вот, 11, 189, и все. Это на цена быть, ну, официальная по всей стране. А там, если у вас есть знакомые где-то в магазинах, то вы можете договориться по скидке. Ну, вот, 50 литров. Да, тут не будем, туда херню не нравится, потому что... Ну, нет, сейчас потратить часа-полтора времени, чтобы его разорвать, искать, а, вот трещина. И потом его выкинуть через окна. Ну, мне делать нехер, я на пенсии. Да, ну, так... Если у вас ключи есть, так, вон, раз-два открутили, тут развернули, и оно, вон, видите, оно уже отходит. Оно порвется, мне кажется, этот металл. А так это вообще какой-то пластик. Хм. Как пластик. Хотя, уже есть это пластик. Я думаю, так, он разорвется, и, там, пену снять, и... Оно же будет видно, наверное, по пене будет раз вообще найти. Хотя, может, она и внутри быть. Я, ну, тут, заберу в гараж, поразвлекаюсь. А. Короче, такие дела. Понятно. Вскрытие показалось, вот, пациент умер от вскрытия. Это болтики есть, смотрите, эти. Вот что-то полезное от него будет. Болтика у меня хватает в гараже. За 40 лет накоплю, где-то, где-то, где-то гаечек. Да, мы недавно разбирали машину Ford, 87-го года. Там болты, так болты. Не то, что сейчас китайские, а то в магазинах продаются. Болт выкручивали, он заржавел, так вместе с машиной чуть ли не крутился, пока не скрутили. Вырвал только металл в машине, а болт не лопнул. Так, этот сюда, этот сюда. По проводам вниз. Да, ну везде мука, я так не пойму, что уже где. Бак такой, может, тоненький, ну, там, 0,3 миллиметра может. Ну, я читал где-то, что если не заземлять их, если нет заземления, то на швах появляется вот такое вот, и начинает там ржаветь, и оно начинает течь потом оттуда. А тут же дом без заземления, так не понимаю вообще.